Друзья, я вас приветствую. Сегодня поговорим, что такое Nougat. Это слово у всех на слуху, но не все. Может быть до конца его правильно используют, а может быть до конца не знают, как использовать, для чего он нужен. Именно для этого мы сегодня здесь собрались. Поговорим, для чего он используется, как применяется, как помогает разработчику, что внутри и так далее. Давайте переключимся на первый слайд. Итак, мы поговорим для чего. Во-первых, это ключевой, на мой взгляд, инструмент для современной разработки платформы. Что это такое? Это механизм, который позволяет передавать наработки разработчика от одного пользователя к другому. То есть, вы написали какую-то сборку и вам нужно дать вашему другу, знакомому, чтобы он и воспользовался. Как это сделать? Можно дать сам проект, можно дать сборку, но потом как восстановить, при публикации. На другом месте очень достаточно сложный процесс и для этого существует этот самый Nougat, который вот этим процессом может управлять. То есть, давайте поговорим о этом чуть позже. В общем, начнем с того, что это механизм, который позволяет разработчику передавать другому разработчику свои наработки в виде сборок, в виде дейлелек, в виде, может быть, специальных файлов, которые внутри содержат, опять же, дейлелеки. Ну и, в общем-то, наверное, на этом пока остановимся. Поехали дальше. Откуда он взялся? Ну, на самом деле, для .NET, в том числе, .NET Core, этот механизм совместного использования кода сделал нам Microsoft. В общем, он посмотрел, как это используется на других платформах. Надо сказать, что на других платформах или на других языках тоже существуют подобные пакеты. И, в общем, Microsoft когда-то очень давно, я помню это время, когда появился первый Nougat, опять же, все клевались на него. Но, тем не менее, сейчас это очень часто и сильно используется, в том числе и поехали дальше, короче. Итак, что внутри у этого самого пакета? Что собой представляет Nougat пакет? Ну, в общем-то, по большому счету, это один файл, у которого расширение nu.pkg. Это обыкновенный zip-файл. То есть, если вы переименуете nu.pkg в zip, вы можете легко его открыть. Хотя, современные zip-овательные, как там, архивер, архиватеры, господи, архивировщики, забыл, как называется. В общем, они могут этот пакет так, собственно говоря, распаковать и внутри увидите вы там те же самые дейлельки. Ну, помимо этого, есть и другие файлы, вспомогательные, в общем, которые, так или иначе, содержат сведения про то, что этот пакет из себя представляет, версию. Причем, надо сказать, что, сбегая вперед, в этом пакете может быть и сборки для разных версий, для разных даже платформ. То есть, в одном пакете все вместо, в зависимости от того, какой вы проект запускаете, какую платформу используете, вам будет установлена та версия, которая вам, собственно говоря, подойдет для ваших проекта. Что говорить про публично и приватно? Ну, в общем-то, надо понимать, что раз это Nuget, раз это какой-то специальный сайт, на котором может храниться, значит, он публично, на него могут все зайти, скопировать, использовать ваш пакет. Ну, нет, на самом деле, не только так. Можно создать еще, собственно говоря, такой кастомный, да, собственный сервер, приватный сервер организации, допустим, для рабочей группы, и которые, собственно говоря, очень часто используются в компаниях в разных, у них свой собственный Nuget сервер, куда они выкладывают пакеты, которые разработали разработчики именно этой компании, и другие разработчики из других компаний, или, допустим, из всего мира, не могут туда пойти без пароля, логин и все такое. Что говорить про совместимости .NET и NET Core? Ну, в общем-то, надо понимать, есть такая штука NET Standard, и если вы пишете на этой платформе, то она доступна и для .NET и NET Core, ну, так сказать, с некоторыми отступлениями, да, с некоторыми оговорками, но, тем не менее, доступна. Помимо этого, можно писать, собственно говоря, и на конкретные сборки, то есть на конкретные платформы, на конкретные версии, ну, например, для Windows ARM, или там, для Linux ARM, или, допустим, Windows 64, и все эти сборки положить в один Nuget пакет, это очень идея, на самом деле, сборка. Ну, и, собственно, как говорить уже, вот, как я сказал, NET Standard, который поддерживает NET Core, разработчики могут использовать и свои версии пакетов, я имею в виду, вот, как я сказал, там, для конкретной платформы, для конкретной версии .NET, например. Например, Windows, допустим, 64, и, допустим, версия .NET 4, ой, .NET 3, .NET 5, .NET 6, и, собственно говоря, те, которые, вот эти вот все сборки, которые могут разработать этот пакет, их можно включить, в общем-то, в один пакет. Для этого существуют то есть специальные механизмы, специальные программы, например, Nuget Explorer, насколько я помню. Ну, и, собственно, Gravity Show Studio, например, сама умеет паковать этот пакет, ну, и даже через CLI, Common Line Interface, можно прямо задать .NET Pack, и ваша сборка упаковывается непосредственно в пакет. Если говорить про зависимости, надо понимать, что, вот, допустим, вы пишете какую-то сборку, которую использует другую Nuget Packet, и вы создали свой собственный, а тот Nuget Packet использует еще другой Nuget Packet, и там до самого низа, короче, Nuget Packet, как говорил, как в том анекдоте, вот, то, собственно, Nuget Packet, вот эти зависимости может разруливать, вернее, Nuget, как система может разруливать ваши зависимости, и нужный пакет загружать вам в проект, вам нужно поставить только один верхнего уровня, а все остальные пакеты вы получите из коробки, так сказать, очень удобно. Ну, и вот, для примера, с сайта Microsoft.com с описания, ну, допустим, в вашем проекте есть A, B, C, D, E, а все остальные зависимости Nuget Packet загрузит и осведит их сам. Ну, и надо сказать, что часто меня спрашивают, Nuget это медленно, в общем, нет, на самом деле, поначалу, да, вернее, было именно так, особенно были проблемы с кэшированием, надо сказать, что Nuget осуществляет почти все операции в фоновом процессе, а также он кэширует, в том числе и для глобальных пакетов, что, собственно, позволяет не установить одни, не скачивать одни и те же пакеты несколько раз, а просто взять его на компьютере, который установлен уже, и использовать его. Ну, и, собственно, папка глобальных пакетов позволяет несколько проектов совместно использовать один установленный пакет, уменьшая размер пакетов Nuget компьютера на компьютере, ой, Nuget пакетов на компьютере, то есть, если у вас там 150, 100-500 проектов, которые используют, допустим, ну, какой-то пакет, не знаю, что там, я не знаю, ну, entity framework, например, то это будет не куча миллионов закачанных для каждого из проектов, а один в специальной папке. Ну, и, собственно говоря, что позволяет сделать Nuget пакет? Это очень удобно, когда вы используете большое количество пакетов, ну, например, на сервере сборки, да, то есть, если у вас есть специальный сервер сборки, он в вашей компании находится, ну, или вы какой-нибудь содержите хост этого, хостинг для этого сервера, люди к вам кидают разные проекты, используют разные сборки, и, в общем-то, все в одном месте будет работать как по образу глобальных пакетов, на самом деле тоже, мне кажется, очень удобно. И еще раз кратенько пробежимся по основным характеристикам, что такое Nuget пакет и для чего он нужен. Итак, это централизованные репозитории Nuget.org с поддержкой частного размещения, то есть, вы можете запустить этот сервер локально. Nuget предоставляет разработчикам средства создания, публикации и использования пакета с поддержкой версионирования для разных платформ, то есть, .NET 3.1, .NET 5, .NET 6, 7, 8, 9, все могут лежать в одном пакете и там делать какую-то полезную, собственно говоря, работу, и при установке какого-то проекта на какой-то определенной .NET вам установлен Nuget пакет, ваш проект добавит именно ту версию, которая у вас требована, то есть, именно для вашего проекта. Дальше, Nuget ведет список ссылок для пакетов, используемых в проекте, а также позволяет обновлять эти пакеты и списка как при процессе разработки, так и публикации. Например, вы создали какой-то проект, добавили там пару-трой Nuget пакетов, там, entity framework, я не знаю, swagger, еще какую-то штуку, и взяли вот эту всю полезную штуку и отдали своему другу. Вместо того, чтобы тащить все сборки, все это, вы отдали ему проект только со списком вот этих пакетов. Ну, он там хранится специальным образом, подробности можно почитать на сайте Microsoft. Но, когда ваш друг взял вот этот Nuget, в смысле, проект, нажал кнопку, там, восстановить или, там, запустить или откомпилировать, собрать, в конце концов, проект, то вот этот список позволит нужные пакеты докачать, если они, естественно, не установлены еще локально, и проект запустится и будет работать без каких-либо проблем. Более того, если вы взяли этот и написали какой-нибудь проект, используете несколько там Nuget пакетов и захотели опубликовать его, ну, на сервере публикации, например, там, у CIDC, у CICD, то есть система публикации увидит этот список, закачает с нужного места, причем можно указать, с какого сорса закачивать пакеты, как с общего публичного, так и с приватного какого-нибудь личного пространства, там, для офиса или орг, или для рабочей группы. И пакеты будут скачаны, приложение публикуется уже с нужными пакетами, запустится и будет работать. Ну, и еще самое важное, на мой взгляд, это очень сильно позволяет переходить из одной версии в другую, когда ваш пакет используется на разных версиях .NET. Например, у вас был проект на версии 3.1, вы написали какой-то Nuget пакет, который позволяет, ну, не знаю, что там, какие-то полезные работы выполнить. И вдруг ваш проект нужно перевести на новую версию, но вы точно знаете, что еще кто-то старыми пользуется. Для этого нужно всего лишь в Nuget пакете сказать, что мы теперь публикуем сборку не только для NET 3.1, но и для NET 5, допустим, NET 6, специальным образом указать это в настроенных пакета, скомпилировать его, выложить на публичный или там приватный сервер. И те разработчики, которые будут обновлять свои проекты, будут постепенно переходить от одной другой версии, независимо от того, какой у вас пакет лежит, вернее, независимо от пакета, который уже поддерживает все доступные версии. Надо сказать, что есть более простой способ, то есть использовать NET стандарт, тогда не нужно писать дополнительные сборки или переделывать их каким-то образом, а просто наблю, просто платформенно продвигаться далее. Ну, кстати, NET стандарт тоже имеет версии там 1.0, 2.0, 2.1, это тоже нужно учитывать, это как бы нюанс. В общем, NET это полезная утилита, которая позволяет, даже нет, не утилита, NET это удобная штука, которая позволяет управлять сборками, которые использует ваш проект, то есть зависимостями. И управлять ими очень эффективно, и не только на этапе разработки, но и в процессе публикации и поддержания вашего проекта. Вот, наверное, на этом я остановлюсь, я попытался кратенько изложить, что это такое, для чего это нужно. Вам большое спасибо за внимание, пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok